Всем привет, друзья, это Бурбон, и на днях появилась информация о будущем проекта Даймонд РП, то есть как он будет развиваться и что ждать от него в дальнейшем. И я хотел поговорить на эту тему, в ролике я расскажу про все обновления, про которые было рассказано на стриме Тони Баррерой, и также по каждому пункту внесу свое максимально важное, авторитетное, неподкупное мнение. Также вот два победителя, они получают по 100 рублей, если ты хочешь так же, то подпишись на канал, напиши любой комментарий и поставь лайк. В следующем ролике два случайных человека также получат по сотке. Поехали! Если ты хочешь открыть свой проект в СампКРМП и ДимТа, то в этом помочь тебе может bighost.org, он предоставляет хостинг серверам, а если ты не хочешь с этим заморачиваться, то есть готовые моды популярных проектов, что можно установить за несколько кликов, а также все это по доступным ценам, ссылка в описании. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сказано было всего немало, хотя и много обновлений уже было известно до этого, но давайте сразу к тому, что будет добавлено, а там уже по каждому пункту будем разбираться отдельно. Разработчики проекта собираются сделать в июне глобальное обновление, которое затронет очень многое, и давайте поговорим, что же именно там будет. И также тут будут некоторые обновления, которые будут добавлены в дальнейшем. Первое, про что уже говорилось не раз, это обновление Home Repair, там будет 11 новых интерьеров, то есть понеска на каждый класс дома, и новая функция, конкретно про нее опять не было сказано, но была такая фраза, можно будет кое-что добавлять и покупать. И из этих слов я могу предположить, что разработчики все же решили добавить то, о чем писали многие игроки, да и я говорил в ролике, а именно покупку мебели и прочих вещей для дома. Но это не 100%, может быть будет новое улучшение, например, какая-нибудь парковка для вертолетов или что-то типа такого, это просто предположение. Но то, что новая функция будет на Home Repair'а, инфа сотка. Поэтому любители могут испытать удачу и попытаться его сейчас выкупить, чтобы после возможно уйти в плюс, но также помните, что с этим можно и прогореть. Также в планах у проекта добавить визовый центр, который скорее всего будет бизнесом. Там можно будет приобрести визу и отправиться в другой штат или же федерацию. В целом это будет бизнес по переносу аккаунтов сервера на сервер, которые решили обыграть РП путем. И в целом на экономику мне кажется, что это не сильно скажется, если при переносе аккаунта часть вертов будет снята как комиссия. Тогда внутри проекта в целом вертов будет меньше. Но опять же, нужно ли это большинству, я не знаю, так как лично я играю на Эмбери, на другой сервер переходить не собираюсь, мне незачем. Поэтому тут уже нужно будет смотреть на практике, будет ли актуальна данная функция или нет. Но в любом случае уж лучше пусть она будет, и при желании ты сможешь сменить сервер проекта, чем такой функции не будет вообще. Также я уже сказал, что желание уходить в сервер у меня никакого нет, поэтому могу и тебе предложить начать игру на Эмбери, а в этом я могу тебе и помочь. Если ты введешь при регистрации промокод Бурбон, пройдешь начальный квест и прокачаешь третий левел, то лично от себя я переведу тебе 100 тысяч баксов. Поэтому все ссылки есть в описании, регистрируйся. Дальше было рассказано про обнову для магазинов 24 на 7. Точного обновления сказано не было, но можно предположить, что изменится интерьер, и возможно будут добавлены новые предметы для покупки. Также в глобальном обновлении будет около 50 мелких функций из предложений игроков, что оставляли их на форуме. Поэтому темы во вкладке предложения по улучшению не являются бессмысленными. И если про этот список будет полностью рассказано, то, наверное, в ролике с обзором обновления будет не очень просто все показать. Но радует то, что проект прислушивается к мнению игрокам, то, что им действительно нужно. Хотя и всем угодить все равно нельзя, вы про это, думаю, знаете. Про голосовой чат было сказано, что с ним возникли проблемы. И сначала проект хочет добавить свой лаунчер, в котором помимо голосового чата можно будет подгружать по желанию замененные текстурки городов, автомобилей и одежды для персонажей. Именно не скинов, а одежды. И на словах это звучит очень круто. Правда не факт, что на практике это будет выглядеть красиво. Но если реально можно будет купить одежду в игре, то, согласитесь, это придаст разнообразие как минимум. Но, правда, учитывая реалии сам, скорее всего это будет просто готовый скин с измененной одеждой. А именно в игре сделать что-то уникальное свое не получится. А что касается голосового чата, учитывая опыт GTA 5 RP, это смотрится прикольно. И за все время там я видел очень мало неадекватов, которые что-либо рани в микрофон. Поэтому, если функция будет по желанию, то, как минимум во фракциях, если все сотрудники скачают лаунчер, будет играть поприятнее, как мне кажется. Потому что, если человек будет неадекватить, его просто берет лидер, кикает и все, минус неадекват. Также система PUBG уже почти что закончена. Его обещают сделать проработанным. Скорее всего он будет сделан в виде мероприятия. И хоть я сам небольшой фанат PUBG, мне сам по себе режим Battle Royale не нравится. Но поскольку PUBG считается одной из самых популярных игр, то многим должно это зайти. Но и в плане разнообразия тоже, если не знаешь чем заняться, почему бы не пойти постреляться там. Также я недавно делал роник, где мы рассуждали про обновы для медиков. И с глобальным обновлением будет обновлена и эта фракция. Что именно там будет добавлено, пока не ясно. Но обнову на МЗ ждать уже недолго. Дальше не совсем понятный мне пункт. Это изменение работы автосалона элитного класса. Он будет работать иначе. Опять же, как именно иначе сказано не было. Я подумал насчет этого, и к чему-то конкретному прийти не смог. Я-то не против такого. Просто мне интересно, что можно добавить автосалону тонкоэлитного класса, и как он должен работать по-другому. Если у кого-то есть предположения, то можете поделиться ими в комменты. В любом случае, можно подождать это. Правда, я не знаю, как это должно быть. Про убирание стройки говорилось уже не раз, но появились новые подробности. Стройку хотят не просто убрать из заботов, а заменить на новую работу. Подробно о ней рассказано не было, но было упомянуто, что можно будет собирать свою бригаду, покупать рабочий транспорт, именно мясовозку, и выполнять определенные задания. Вообще, на работу это выглядит неплохо. К тому же, таким образом, люди могут объединяться и знакомиться друг с другом. Также есть небольшая возможность, что работа будет связана с семьями, и тогда была бы лишь одна просьба. Я знаю, что в некоторых серверах разрешено рекламировать наборы в семью в АД. На Эмбери это запрещено. Я думаю, что ведь не станем бы это запрещать просто так. Если вы знаете, почему запрещены наборы в семью, то напишите об этом в комменты. И про работу, если на ней можно будет работать только с семьям, то у многих будут возникать вопросы, как же найти семью, а АДшки тут очень сильно помогли бы. Но, опять же, это лишь мои мысли. Теперь к самому, как мне кажется, крутому, что было рассказано на стриме из того, что ждает игроков. Назовем это «Неделя приключений», так как после выхода глобального обновления в течение семи дней каждый день игрокам будет даваться уникальный квест для прохождения. И, как я понял, квесты будут тематические, то есть с какими-либо небольшими сюжетами. И за выполнение всех семи квестов будет даваться очень хорошее вознаграждение, какое именно, опять же, сказано не было. Но мне кажется, что должно быть что-то крутое, ибо семь квестов, сами понимаете, да немало. И квесты я люблю, про это я уже говорил неоднократно, потому что они дают твоей игре осмысленности, если ты сам не знаешь, что тебе делать. Поэтому пока что я жду их больше всего из списка будущих обнов. Но, правда, есть вероятность, что они будут небольшие из-за огромного обилия. И чтобы человек смог пройти его за один день, не сильно задротят, так как не каждый ведь может уделять много времени игре. Было рассказано, что новых фракций на проекте не будет, чтобы онлайн не проседал в существующих. И это, с одной стороны, логично, но, с другой стороны, в таком случае, мне кажется, не стоит забывать про нынешние фракции и стараться поддерживать их новыми плюшками в виде небольших дополнений и новых функций по возможности. Дальше я могу предположить, что будет самый спорный пункт на игроков из этого списка, а именно, аграны при продаже дома, бизнесов и аксессуаров будут убраны полностью. И тут у кого-то может загореться, кто-то может написать, что теперь экономика рухнет, все будут продавать вещи за огромные деньги, но на самом деле, я считаю, что ничего не изменится. И убрать аграны уже стоило давно, потому что 40к на даймонде в 2013 году и 40к на даймонде в 2019 году это совершенно разные вещи, ибо с каждым днём вертов у игроков становится всё больше, так как верты не контролируются, а идут из ниоткуда, можно сказать. И если люди постоянно будут работать, то вертов будет становиться всё больше и больше, их нужно куда-то девать. Не так давно было увеличено агран до 80к, но если взять, транспортную компанию на Эмбере, тебе её за 80к никто не продаст, потому что она оценивается в большую стоимость из-за своей актуальности и прибыли, а продавать обходом запрещено, поэтому даже при желании и наличии сбережений у тебя не получится купить нужный бизнес. То же самое с некоторыми аксессуарами и домами, так как люди сами готовы покупать их за большую стоимость, но возможности такой у них нет, поэтому в экономике толком ничего не изменится, просто то, что раньше люди делали по-тихому, теперь будет официально разрешено. Я согласен, что с какой-то стороны это не очень справедливо, ведь если раньше давали бан за обход, теперь можно спокойно делать, не нарушая правила сервера. Но могу привести похожий, хоть и обратный, по содержанию пример из жизни. Есть всем известный бренд Apple, когда выходит новая модель телефона, она стоит определенную сумму, но через год-два эта сумма становится совершенно другой из-за внешних факторов, таких как неактуальность модели, более мощные конкуренты, новые модели и прочее, хотя сам по себе телефон, он не меняется, и по такой же логике можно начать возмущаться. А как это так? Если раньше телефон стоил условных 100 тысяч, то теперь он и не стоит 50. То же самое и в Sampi, только наоборот, цена растет из-за количества вертов на сервере. Такие дела. Поэтому, если помнить про правила спрос рождает предложение, то если безогранно продавцы дико поднимут цену на бизнес и дома, аксессуары, то никто их просто не будет покупать за такие деньги, и из-за этого им придется понижать цену до вполне нормальной. Можем вспомнить, что с квестом 23 февраля была добавлена локация Курс Молодого Бойца, и ее обещали оставить навсегда, но она была убрана, связано это с ее расположением, так как там возникли какие-то трудности, и в новой обнове эта локация вернется уже навсегда, но правда в другом месте. И последнее, мне кажется очень годное, это замена работы водолаза на археологические раскопки, так как у некоторых игроков рестартят на водолазах, и пофиксить это невозможно, так как это проблема не мода, а самого сампа. Разработчики решили пойти на компромисс, чтобы все люди могли там работать, и пока такое предложение лишь рассматривается, но мне кажется, что оно годное, ибо суть будет примерно та же, так как ты там тоже будешь искать различные вещи и получать за их находку деньги, но если некоторые не могут работать на водолазах из-за воды, то там, поскольку работа будет наземная, таких проблем быть не должно, и по сути это решит еще одну проблему на проекте. И что касается стройки, да я думаю по такой аналогии и водолазов, при их замене на новые работы навык обновлен не будет, а перенесен на новую работу, поэтому усилия, которые прикладывают на прокачке навыка люди, они зря пройти не должны. Такие вот дела, и думаю, что я рассказал про все и стрима, также поделился своими мыслями насчет будущих обновлений, пишите в комменты, какие пункты понравились вам, что вы ждете, а что наоборот считаете лишним, а на этом я буду заканчивать, большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, с вами был Бурбон, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok